всем привет вы заглянули бесплатную школу цветовода сегодня пикируем цинию растение конечно еще очень маленькие но я не могу спокойно смотреть как они вытягиваются и я их пересаживаю всегда вот в таком состоянии стаканчики я взяла бы ушные не такие не меня уже не кое-что росло я наполняю землей стаканчики до половины чтобы потом можно было заглубить раз молодой росточек беру вилочку так как сейла сейлая поверхностно в кипяток видеоролик недавно вы вышел и вот уже результат вот так подхватываю а корешки то уже такие вам скажу приличные нужно вытянуть вот так вот аккуратно осторожно чтобы уж не оторвать его у самого основания не так много в пакетике было семян вот они как такой ложечки где мало земли посмотрите какой уже вырос корень и вот сейчас как раз настал тот самый момент пикировки что мы делаем можно ногтями отщипнуть а можно и я делаю вот так нужно отстричь одну треть часть корня вот этого длинного вот здесь уже пошли молодые корешочки вот они и вот чтобы эта корневая система начала более мощно развиваться мы вот так вот отсекаем корешок и вот с таким вот корешком мы уже высаживаем ценю в стаканчик это касается автоматов ну и многих других культур это немножечко замедлит рост пока корневая система будет приходить в себя и пускать боковые корешки рост замедлится вытягивание замедлится мы устанавливаем в середину стаканчика растения вот так придерживаем за листики и просто подсыпаем зим землю вокруг растения мы его не втыкаем туда никак не в образом не уминаем не уплотняем а просто берем и вот так вот высаживаем до высадки в грунт еще пройдет немало времени еще наверное месяц неделю то две три точно погода вообще такая знаете непредсказуемая что будет как будет дожди вот на заливать нас будет ли у нас тут жара или что так что надо быть готовым вот 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 так совсем чуть-чуть грунт уже влажный ничего не поливаем потому что если сейчас полить вода обмоет корешок и не будет такого соединения вот таком виде растение будет дожидаться высадки в грунт она вырастет окрепнет и продолжаем следующее растение здесь вот крышочек поменьше сейчас так все достану видите как по-разному развивается здесь тоже такой здесь боковые корни пошли вот все все каждый цветок каждое растение это просто какая-то новая страница нет природе ничего одинакового и когда спрашивают а как сделать а что сделать вот вам наглядный пример каждый вот сейчас мы будем доставать и все они по-разному развиваются поэтому ответов на вопрос однозначных но никогда дать нельзя особенно вот так не виде растения многие спрашивают а что сделать чтоб там чем подкормить что сделать но не виде растения не зная условий невозможно все это предсказать есть конечно какие то вы знаете общее правило для всех но конечно каждый цветок индивидуален вот смотрите какая здесь корневая система вот мы так сейчас раз и корешки будут развиваться и это тоже придется обрезать ну а здесь еще есть такие слабенькие может быть даже где-то еще не проклюнулись на семечек был немного я не спешу всегда вот так вот раз и выбросить эту землю пусть они еще вот подрастут пусть они окрепнут и тогда очередь дойдет и до них вот видите здесь даже слабенький такой росточек не смогла сбросить семечку мы сейчас поможем ну а корешочки здесь хорошие видите тоже спикируем остальное оставим для доращивания какой еще плюс у пикированных растений это не только то что размножается и разрастается вот это вот корневая система плюс в том что на стволике появляются дополнительные корешки видите я заглубляю под самые семидольные листочки все наверное знают такой цветочек как космея и однажды я его посеяла не просто в землю посеяла также через рассаду и космея была у меня пикирована и вы знаете это космея выросла невероятных размеров она во первых было выше чем полтора метра ствол у нее был толстый в диаметре вот просто не знаю наверно два или три сантиметра это было просто мощнейшие такие заросли и больше я космею вот никогда не высевала вот таким способом и также титония тоже кто кому известен такой цветок тоже такие настолько мощные ветвистые растения ну из цене такая же история вот пикированные растения всегда всегда вырастают более крепкими сейчас я вынесу их в теплицу там по прохладней посветлее тянуться они уже так не будут результат будет очень даже хороший можно еще вот такой приемчик привести вот сделать вот такой вот углубление просторное свободное туда поставить цветочек и вот так вот его поджать с двух сторон а потом подсыпать еще земли главное заглубить до семидольных листиков все работа закончена вот так дорогие друзья я вам рассказала как пикировать ценю а на сегодня с вами прощаюсь надеюсь видео было вам полезным если оно было полезным ставьте лайк подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео всем до новых встреч и хорошего настроения